Ну а далее поговорим о покушении на пропагандиста Прилепина. Россия уже, конечно же, нашла украинский след, но кто реально может стоять за этим? А также о заявлениях Пригожина, мол, его вагнеровцы уйдут из Бахмута, а также о том, как Китай открестился от недавнего голосования в ООН, где поддержал резолюцию, в которой Россия была названа агрессором. Какие сейчас отношения Киева и Пекина, а также Пекина и Москвы? Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины, к нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Хочется с вами начать с покушения на некого Захара Прилепина, пропагандиста и боевика ЛНР. Россия уже, конечно же, спустя несколько часов после того, как это все произошло, нашла украинский след, да и не один, уже якобы задержаны двое людей, которые имеют украинские корни. Что вы об этом всем скажете? Как вы могли бы прокомментировать сегодняшний инцидент? Ну, самые оптимальные комментарии, конечно, нас это не касается, поэтому мы бы могли этому меньше уделять внимания. Объективно этот человек никакой, скажем так, никакого влияния на ход войны не оказывал. Естественно, Украина к таким эксцессам не прибегает. Это очень важно понять. И то, что Россия вот так очень быстро всегда находит, то есть она не расследует там серьёзное убийство годами, а тут она очень быстро находит и обязательно всегда находит людей. Жалко только, что у них там томика к обзаря нету, да, у этих людей всегда, как правило, должно быть. Ну и что-нибудь украинскую мову, украинским языком написано на теле должно быть, да, что они являются обязательно гражданами Украины. Поэтому, конечно, это нелепо анализировать с точки зрения того, что происходит. Вот все эти эксцессы, я об этом неоднократно говорю, все эти эксцессы с убийствами тех или иных медийных персон, но которые являются медийными персонами только для внутреннего российского потребителя, для нас они не являются таковыми. На ход войны, ещё раз подчёркиваю, операционные или как-то по-другому, они не влияют. Так вот, все эти эксцессы нужны внутри России только для эскалации внутреннего страха. То есть, соответственно, заинтересантами могут быть только те или иные либо политические группы в России, которых там не так много на самом деле, либо просто открыто силовые структуры в России. Потому что, ещё раз подчёркиваю, Россия постепенно погружается, скажем так, в атмосферу войны. И вот эти все эксцессы, страхи, которые у них нарастают, непонимание, куда это всё развивается, требует определённых мобилизационных мероприятий со стороны государства. Государство не умеет разговаривать, российское оно и никогда не планировало разговаривать с собственным населением. То есть, они убрали как раз-таки политические инструменты, медийные инструменты. Они могут только либо пропагандировать, либо запугивать. И вот для того, чтобы сейчас отмобилизовать население, для того, чтобы заставить его сплотиться, объединиться, отказаться от определённого объёма социальных гарантий, ещё отказаться от определённого объёма довольствия финансового, потому что ухудшается экономическое состояние. Ну и главное, быть готовым умирать за этот политический режим как таковой. Вот для этого такие эксцессы и проводятся. Ну а других мотивов у этого, скажем так, инцидента нет. Михаил, вот знаете, мы сегодня в эфире с Анастасией обсуждали то, о чём вы сказали, о том, что годами не расследуются, не находятся виновники в очень громких убийствах, которые произошли в то или иное время в России, начиная от Владислава Листьева и заканчивая Борисом Немцовым. А в случаях там со всеми этими татарскими, Дугиными и так далее, это всё происходит буквально за какие-то считанные часы. И вот вы говорите о том, что удивительно, что они, задерживая этих людей, не находят там Томи Кобзаря или, не знаю, какую-то татуировку, может быть, которая свидетельствовала бы о принадлежности этого человека к Украине. Раньше хотя бы визитки Яроша были. Как вы думаете, почему сейчас вот это всё лепится настолько топорно? В чём причина? Это не топорно, наоборот, они пытаются убрать наиболее абсурдные, вот как вы правильно говорите, наиболее абсурдные. Вы знаете, я даже помню, когда они задерживали каких-то диверсантов, буквально год ещё или два года назад, где-то в том же Крыму, они обязательно в квартире находили обклеенные какими-нибудь, например, либо Бандерой, либо ещё, либо Шухевичем, либо ещё какими-то цитатами. Много книг разных было, обязательно Майнкамп находили. Обязательно ещё какую-то атрибутику нацистскую. Вот они говорили, вот это украинские диверсанты, нацисты и так далее. То есть они наоборот лепили такой, знаете, примитивный образ такого, рассчитанного на самую невзыскательную публику, типа вот смотрите, какие там нацисты. Сейчас, когда, собственно, демократическая часть мира поддерживает Украину абсолютно открыто и абсолютно в прямом эфире, и понятно, что никакого нацистма как такового даже близко нету применительно к Украине, а именно в самой России как раз-таки построено классическое нацистское государство стандартно, где есть культ личности, культ смерти, культ посмертных героев, условно говоря, которые являлись убийцами в обычной жизни, потом пошли на войну, отрезали на войне голову оппоненту из другой страны, вот он уже герой и так далее. Вот это всё дети, которые юная армия, дети, которые ходят в военной форме. Это безумие, культ Дня Победы, который стал праздноваться 1964 года и который является, конечно же, для всей Европы Днём памяти, потому что гигантское количество людей погибло в 40-е годы и так далее. Это всё говорит о том, что сейчас они посмотрели немножко по сторонам, выглядят они нелепо, ну то есть видят, что они нелепо, и поэтому пытаются идти к классическому, я прошу прощения за жарганизм, ментовскому типу, когда человек, странный человек, говорит классический заученный текст, я такой-то, такой-то родился тогда-то, я преднамеренно приехал сюда с минной противопехотной в 2022 году, вот в этом месте я с минной противопехотной полтора года сидел там, или полгода сидел, ждал, пока Прилепин будет ехать на машине и тому подобное. Да, при этом сначала по всем телеканалам сказали, что Прилепин геройски возвращался, вы только вдумайтесь, из ЛНР возвращался в Москву, но в это время человек говорит на этом видео, я тут несколько дней сидел и ждал, пока он вот по этой трассе будет ехать в Нижегородскую область, вы понимаете, вот вроде бы все уже чуть-чуть убрали визитки Ярыша, как вы говорите, но тем не менее добавили своего мозга и получили опять нелепейшую картину, которая абсолютно точно рассыпается, когда ты начинаешь анализировать стандартные детали, то, что они говорят, точно так же, как было с беспилотниками над Кремлем, точно так же, как было в убийствах татарского или там в убийствах, то есть там вообще, вы помните нелепейшую историю, когда девушка говорит, знаете, мне пообещали, что я стану редактором киевском медиа, а в этом мне сказали, отдай статуэтку тата, вы понимаете? Ну вот воспринимать это, конечно, там люди совершают какие-то странные действия в целом, я имею в виду в России, ну то есть анализировать ее с точки зрения современной психологики, с точки зрения современных ценностей невозможно, но тем не менее это ни в какие ворота, и поэтому, еще раз повторяю, никакой роли Украины в этом нету и быть не может, потому что это не решает никаких практических задач, то есть ты когда что-то планируешь с учетом того объема войны, который мы имеем, ты должен понимать, какие ты риски приобретаешь или какие ты получаешь полезности от того или иного действия, ну например, разрушение, уничтожая топливную базу на оккупированной территории, мы с вами прекрасно понимаем, что мы на несколько процентов уменьшаем боеспособность российской оккупационной группировки, очевидно, очевидно, уничтожая стратегический склад, мы то же самое понимаем, что артиллерийские возможности России будут еще уменьшены там на полтора процента, это практика, точно так же уничтожение живой силы или командно-офицерского состава, понятно, это ухудшает логистику, ухудшает боеспособность, ухудшает координацию того, что находится на оккупированных территориях. Все, что касается таких субъектов, которые, смотрите, вот берем Дугина, абсолютно неизвестный для нас персонаж, ни на что не влияющий, татарский, да, он влияет на определенную аудиторию внутри России, для Украины не имеет никакого значения, прилеп не имеет никакого значения, Кремль, вот этот показательный вспышка, да, такая яркая, которая очень красиво снята была для того, чтобы ее обязательно в виде документального фильма показать, не имеет для нас никакого значения. А для кого имеет значение? Напугать внутренний рынок, напугать население. Бойтесь, объединяйтесь, снижайте свои требования к государству, сплочайтесь возле Путина, икона продолжает быть иконой, мы ее недавно вручили, ее возят по оккупационным частям, ну вы помните, да, этот анекдотичный случай, когда человек приехал якобы в генический, вручил икону, и так далее. Дальше, это должно напугать элиты, напугать элиты российские, что тоже типа вот вы там начинаете думать о каких-то заговорах, смотрите аккуратно, потому что нас всех с вами уничтожат, и так далее. Но есть еще третья составляющая, вот такие эксцессы должны несколько уменьшить радикализм, вот это сейчас парадоксальная вещь, уменьшить радикализм вот этих пропагандистов, да, потому что пропагандисты гораздо более радикальны, чем вооруженные силы Российской Федерации. Вооруженные силы уже доказали, что у них очень все круто, я сейчас с иронией говорю, а пропагандисты продолжают что делать? Говорить своему обществу, что еще чуть-чуть, и мы тут уничтожим не только Киев, но и Берлин, Париж, там, Варшаву и тому подобное. Да, ну, то есть, грубо говоря, они у своего населения формируют, опять же, завышенные ожидания, а эти завышенные ожидания у своего населения переносятся на правительство и на военное руководство, на того же Шойгу. Вы посмотрите, как Шойгу в социальных сетях какое-то время начали называть, что он просто какой-то там левый черт, который ни на что не влияет. Я прошу прощения, опять же, за эти жарганизмы, но тем не менее. Во-первых, слово «черт» можно использовать в эфире, во-вторых, ну, если Шойгу такое, то что же уже? Из песни слов не выбросишь. Понятно. Поэтому здесь, если ставить окончательно, ну, подводить черту, безусловно, все это, вот эти все эксцессы, инциденты и так далее, это исключительно внутреннее производство российских специальных служб, которое направлено на эскалацию внутренних настроений. Не более, но и не менее того. Михаил, вы правильно сказали о том, что мы уделяем этому много внимания, в том числе этому прилепину. Но мы это делаем в том числе, потому что нас смотрит много людей из России. И, возможно, если мы не развенчаем ихнее представление о действительности, то хотя бы посеем сомнения. В этом контексте хочется спросить о Пригожине, о его истериках, о его последних участившихся заявлениях, о том, что все плохо, боеприпасов нет, и мы уходим 10 мая с Бахмута. Опять-таки, что стоит за этими заявлениями, за этим конфликтом таким публичным и уже с применением матерных слов против Шойгу и Герасимова? На кого опять-таки рассчитаны все эти заявления, эти информационные вбросы? И как дальше будут развиваться события? Сейчас про Пригожина поговорим. Я немножко скажу, что мы с вами не развеем никаких сомнений в российских обществах. Мы на них пока не повлияем. Мы должны работать, мы должны все это делать, будем говорить, мы должны фиксировать свои позиции. Проблема в том, что когда люди виноваты, а они абсолютно виновны в том, что они делают, то есть они несомненно виновны, и более того, подсознательно они осознают ту степень вины, и ту степень трагедии, которую они породили своими необдуманными действиями или наоборот умышленными действиями, направленными на уничтожение других людей. Но проблема в том, что когда ты чувствуешь свою вину, ты пытаешься вытеснить и наоборот максимизировать чью-то мнимую вину. То есть они будут переносить на нас. Это мы сами, вот даже до сих пор, смотрите, до сих пор иногда говорят, смотрите, это же вы спровоцировали на войну Путина. Вы же должны были подписать, выполнить Минские соглашения. То есть этим субъектом всем, я не буду употреблять слова, которые мы сказали о Шойбе, потому что, в принципе, это примерно того же самого, им не вдомёк, что это они зашли в 2014 году и убивали, уже устраивая те же бучи, только в меньшем масштабе, в Донецкой и Луганской областях. Это они пришли и украли территорию, которая дальше повлекла цепочку событий смертоносных, приведших к масштабированию войны как такой. Вы понимаете, что люди, которые тебе говорят, «ты виноват в том, что мы пришли тебя убивать», это то же самое, что жертве насилия говорят, «смотри, да ты спровоцировала насильника». Ну это же очевидные вещи, да, это абсурдно. Теперь о Пригожине. По Пригожину здесь ситуация несколько другая. Безусловно, у него выраженный конфликт, как у одного из представителей, скажем так, третьего-четвёртого эшелона элиты с генеральным штабом и с руководством Министерства обороны. Это несомненно. В чём здесь конфликт? Очень простой. Пригожина практически вывели из игры, то есть оставляет его на бахмутском направлении, как, скажем, живую силу, мясо, которое можно уничтожать, но которое должно идти вперёд, независимо от цены, которую он за это платит. Но, тем не менее, у него лишили ресурсного обеспечения, его лишили бюджетного финансирования, ему закрыли пенициарную систему, то есть он не может набирать пополнения для своего Вагнера. Более того, Министерство обороны вместе с сырьевыми компаниями «Роснефть», допустим, там, «Новотек», «Газпром», они создают свои частные военные компании, конкуренты уже Вагнеру компанию. И раньше в России было много компаний, но с точки зрения брендирования и близости к Кремлю, и Кремлю я имею в виду как заказчику определённых услуг на третьих рынках, там, например, в Северной Африке, в Центральной Африке, на Ближнем Востоке, был только Вагнер. Так вот, сейчас Вагнеры размывают, создаются другие компании, и они предлагают гораздо большие деньги и переманивают наиболее эффективных сотрудников Вагнера к себе, ну, то есть, грубо говоря, командиров там среднего или даже высшего звена. И, соответственно, смотрите, как бы Пригожин, который ещё несколько месяцев назад планировал чуть ли не стартануть в политику, то есть в большую политику и создать определённую группу, под эту группу он подтягивал интересы Золотова, Росгвардии, интересы Суровикина, я напомню, он был командующим объединённой группировки, соответственно, Кадырова подтягивал и так далее. Более того, атаковал губернатора Ленинградского Беглова и тому подобное. Сейчас даже этого всего нету, он лишается основных ресурсов, его Вагнер уничтожают, вокруг стоят заградительные отряды, Минобороны, десантные полки, остатки десантных полков, и, в принципе, его съедят. Вот Пригожин это всё чувствует, понимает, никто ему на помощь не придёт, он попытался поиграться в абсурдные игры, пользуясь интеллектуальной слабостью Пескова, замазав его сына якобы в сотрудничестве с Вагнером. Сейчас он взял себе в качестве одного из заместителей Уткина, командира Вагнера Мизинцева, уволенного из Министерства обороны Российской Федерации. Кстати, Мизинцева, насколько я понимаю, и уволи за то, что он частично обеспечивал определённое снабжение инструментами, ресурсами, ту же группировку Вагнер и так далее. То есть мы видим такой выраженный внутренний саботажный конфликт со стороны Министерства обороны и конфликтную публичную модель поведения со стороны Пригожина. Тем более, что Пригожин, он стал такого своего рода альтернативной иконой, кроме Путина. Путина негативно воспринимает в ультрапатриотической среде. Это, кстати, с этим связаны вот эти все убийства лидеров в этой среде. Я имею в виду пропагандистов, зэ-корреспондентов, зэ, я имею в виду вот эти зэшные, вэшные корреспонденты, военкоры и так далее, которые очень были уже в последнее время ориентированы как раз на Пригожина. Для того, чтобы их урезонить, для того, чтобы их присадить, поставить на место, уменьшить вот это медийное, ультрарадикальное, пассионарное влияние Пригожина, ну вот этот конфликт, как бы он развивается. Нам можно спокойно смотреть за этим. Ну как спокойно? С учетом того, что все-таки эти части находятся в Бахмуте, конечно, это плохо, что они еще дееспособны. Хотелось бы, чтобы все это было уничтожено, и мне кажется, что это было бы неплохо с точки зрения, опять же, влияния на определенные среды в самой России. Но мне кажется, что до 10 мая ничего существенно не произойдет, будут такие же интенсивности бои продолжаться в Бахмуте, как и сейчас они идут, то есть там никаких изменений нету, и сомнительно, что кто-то позволит вот этому субъекту Пригожину куда-то уйти. То есть его будут там держать до последнего, пока он не закончит существование. Услышали вас. Спасибо большое. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса Президента Украины. Обсудили последние заявления Пригожина, а также покушение на Захара Прилепина. Кто может за этим стоять? Спасибо. Продолжение следует...